Привет всем, с вами Ирокез и сегодня, 26 апреля 2018 года, на основных серверах игры PlayerUnknown's Battlegrounds вышло довольно крупное обновление, которое полностью направлено на улучшение нынешней системы античита. Сегодня на основные серверы игры вышло обновление размером 2 и 2 гигабайта, которое, по словам разработчиков, улучшает античит. Это обновление было выпущено вчера на тестовых серверах и уже сегодня на основных, без какой-либо задержки или технического обслуживания, что по идее говорит о стабильности сборки. Обычно, когда выходит обновление античита, чуть ли не у половины пользователей начинаются проблемы с заходом в игру. Сейчас такого быть не должно. Итак, из-за блокировки РКН заходишь не каждый раз, а тут, если еще и сама игра не будет пускать, вообще станет ужасно. Ну и раз заговорили о блокировке, то нынешнее обновление никак на нее не повлияло и никак не изменило ситуацию. Я также попытался зайти, коннектить через раз, на EU сервера абсолютно не попасть. Лично у меня работает только NA сервер, но и туда заходит далеко не с первой попытки. Конечно, это неприятно, но нужно не забывать, что претензии отнюдь не к разработчикам PUBG. Хотя они сами ранее писали, что с их стороны пытаются как-то это пофиксить, чтобы у каждого был доступ к серверам игры. Но пока, видимо, не получается. Подробно разработчики не стали расписывать, что именно они изменили в античит-системе, но это логично, чтобы создатели читов не знали, на что им конкретно обращать внимание. Но, скорее всего, данное обновление направлено на борьбу с АФК-фармящими ботами. В последнее время это стало довольно-таки популярным делом и огромной напастью для PUBG. Разработчики говорили, что они будут бороться с любой автоматизацией процесса и уже в последнее время огромнейшее количество игроков жаловались, что их забанили за ботоводство. Притом, неважно, использовали ли они боты длительное время, либо буквально 5-10 минут, все равно под пермобан попали абсолютно все. Сейчас, так или иначе, в катках встречаются игроки, по которым видно, что ими управляет программа, а не реальный человек, но их уже гораздо меньше. В самое пиковое время этой проблемы ботов буквально доходило до 30, а то и 40 человек в одной игре. Но это обычные катки, а так был поставлен своеобразный антирекорд. Один из пользователей заснял видео, как в его игре количество ботов достигло 80 человек, что, естественно, является уже каким-то нонсенсом и не лезет ни в какие рамки. На реддите была создана тема с этим роликом и он привлек внимание разработчиков. Видимо, как раз поэтому они и решили настолько быстро и радикально с этим бороться. Вот что написал представитель команде, отвечающий за античит в PUBG. Боты уже давно банятся в больших количествах, однако соглашусь, что нам следует подходить к делу более креативно и отыскивать новые пути для противодействия нарушителям. Ну, надеюсь, что с этим обновлением они их нашли. Ну, а на сегодня все. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, как на вас сказалось это обновление, не повлияло ли оно на входе в игру. Если повлияло, то обязательно напишите в службу поддержки, ссылку я оставлю в описании, потому что разработчики должны об этом знать, чтобы как можно быстрее пофиксить. Ну и насколько часто вы сами встречаете в своих играх АФК фармящих ботов. Также хотел бы вас всех пригласить сегодня на стрим, он будет в 18.00 по московскому времени. Если все-таки сквозь блокировку мы сможем пробиться на NA сервера и будем заходить довольно-таки часто, то, надеюсь, возьмем несколько топчиков. Приходите, буду ждать абсолютно каждого. Ну и до новых встреч, а следующее видео уже совсем скоро.